Na'Vi Gaming представляет Эксклюзивно от Na'Vi Gaming шоу Stop Cybersport с Ericon Stly Аудио интервью с киберспортсменами и деятелями киберспорта о вне киберспортивной жизни www.navi.gg Всем привет и добро пожаловать вновь к нам на шоу Сегодня у меня в гостях один из старичков КСа И речь конечно же идет про видного в свое время игрока Хуча Вот с ним мы и будем беседовать в ближайший час Что ж, Хуч, добро пожаловать на Na'Vi Как у тебя жизнь? Привет Жизнь отлично, фу-фу-фу-фу, все живы-здоровы Все хорошо? Ну, нам предстоит сегодня воскресить много воспоминаний о былых временах Поэтому давай обо всем по порядку С чего начиналось твое увлечение играми? О, ну это было очень-очень давно Я такой игрок, скажу, наверное, с самого детства Начал играть еще в Dendy, потом продолжил в Sega Почти прошел полностью эволюцию компьютерных приставок Вот, первый компьютер появился у меня достаточно поздно Но мы ходили в клуб, у нас открылся клуб рядом с домом Раньше там была библиотека, мы собирались вместе с друзьями, с одноклассниками В школу, конечно, мы не прогуливали, потому что нас созвонили Вот, собирались, играли там, проводили много времени, играли во все подряд Это было реально классное время, потому что хорошая компания была И неважно было во что играть, мы получали удовольствие просто от того, что проводили время вместе А вот именно карьера началась, я думаю, момент, когда мы поехали с ребятами на турнир Первый раз, да, с одноклассниками, с ребятами с района И мы прождали 9 часов нашу игру И в итоге капитан команды, с которым мы играли, он меня обманул Я ему признался, что мы хорошо играем одну карту Точнее, не хорошо, а знаем одну карту И он ее благополучно всеркнул сразу И мы, конечно же, естественно, играли карту, которую мы не знали Мы играли нюк, первый раз ее видели и проиграли Ребята на меня чуть-чуть обиделись И тогда я думаю, вот я соберусь и вот этого парня обязательно накажу Ну и постепенно нашел свои цели и добился этого Но вот эту вот команду можно, в принципе, считать с началом твоей карьеры, получается так? Ну, в принципе, да, как карьеры Ну, это, считай, первая детско-юношеская команда, вот так вот Как дальше развивались события? Ну, я начал играть, поставив свою цель, да, выиграть этого парня Обыграв свой, подумал, что у меня достаточно неплохо получается И есть возможность выйти на какой-то неплохой уровень И в то время, как бы, КС полностью посетился этой игре И проводил все время за игрой И мне нравилось то, что у меня получается играть И я мог как-то себя реализовать Потому что там, ну, в школе у меня там, в тот момент уже не самые лучшие оценки были И как-то мне нравилось то, что у меня получается себя реализовать Плюс я думал о том, что хотелось бы мне заняться футболом Я занимался в футбольной школе Москвы в Ложниках Но потом мама сказала, что футболисты рано ломаются И подарил мне компьютер И я подумал, что надо попробовать с этим И вот я начал играть И постепенно у меня получалось все лучше и лучше И потом я втянулся уже в тусовку топовых игроков И потом мне просто дали шанс И я на себя на лане проявил И после этого все знали, что в Москве есть такой игрок молодой Который может убивать А что родители, как они относились к твоим влечениям? Ну, родители, конечно же, они вначале вообще не понимали Ну, как можно так много времени проводить за компьютером Не спать ночами Для чего это, почему это Вот казалось, что я ухожу куда-то в другую реальность Там вообще пропадаю из реального мира Ну, как бы стандартные Но со временем, когда у меня стало получаться И пришел какой-то успех То есть мама достаточно быстро изменила сразу свое отношение к этому И ей нравилось то, что я могу себя реализовать в чем-то И я занимаюсь не гуляю, грубо говоря, по районам Не пью пиво в падиках А занимаюсь каким-то делом И когда, конечно, какие-то там призы Поездки начались Ну, стали к этому позитивно относиться Отец, конечно Ну, всегда степенически относился к этому Потому что для него, ну, для человека Его поколения Мужчина, который сидит за компьютером И, ну, даже у своего работы Для него не очень, как бы, нормально Вот, но со временем Он, конечно, жаловался А потом, когда я принес золотую медаль Там с какого-то турнира Он говорит, я горжусь там тобой И все дела Но не пускает возможность При каждой встрече Подколоть меня на тему того, чем я занимаюсь Но Это отец, так что, что поделать Я вам все прощаю Брат, конечно, тоже еще У меня тоже так относился Тоже скептически к этому Но со временем тоже стал Когда стал получаться Он тоже стал поддерживать меня Так что мне повезло, можно сказать Старший брат, да? Да-да, у меня два старших брата Один живет в другом городе Один живет в Москве Он старший мне 10 лет И вот он меня очень сильно поддерживал Всегда Поддерживает Ну вот, а какие титулы ты припомнишь? И свои достижения, какие-то победы? Ну, в России, в СНГ Я выиграл, наверное, все турниры Которые можно было выигрывать Ну, в Европе В мире я не достиг такого успеха Не становился чемпионом мира Но Выигрывал европейский лан Когда мы выиграли путевку в Америку На ЦП Белград Мы выиграли путевку в Даллас Занимал третье место на GameGun Занимал четвертое место на World Cyber Games в 2005 году То есть результаты были, но каких-то крупных побед не было Но достаточно такие хорошие средние результаты Там топ-3, топ-4 занимал на многих турнирах А с кем тебе доводилось играть? Вот с такими, например, какими-нибудь именитыми кейсерами? Ну, ты знаешь, я за свою карьеру перекрал, наверное, почти со всеми топовыми игроками России и Украины Это может быть по пальцам можно почитать С кем я не играл в одной команде Так что этих людей много Кого-то не на свадьбу я обижу Но я думаю, что люди, которые следят за киберспортом И знают То... Они знают, с кем я играл У этого очень много людей То есть из тех, кто играет сейчас в топе Это Кучер, Ангел, Адрен, Старикс Ну, почти все, кто играет Я с ними играл в одной команде до этого Ну, может быть, с кем-то из них вы сошлись характерами И как-то сдружились? Ну, киберспорт принес мне много хороших, позитивных знакомых Как в России, в СНГ и в мире Но друзей Ну, конечно, он тоже мне принес Но я с ними не играл в одной команде И не знаю, может быть, в этом есть прямая какая-то связь Но... У меня были хорошие товарищи Но, как оказалось, это было просто товарищи То это не была дружба И как только наши команды распадались Или наши пути расходились Наша дружба не оказывалась такой сильной Да, и на проверку Ну, и нечего жалеть особо Потому что если человек, ну... Не оказался своим другом, ничего страшного Главное, что есть другие верные друзья Которых я повстречал благодаря киберспорту Я благодарен Такие ребята, как Магер, Ламабот Саша Бист из Казахстана Вот... Это главное, я считаю Скажи, а чем ты занимался после школы? Куда-нибудь поступал? После школы, да Я поступил сначала в Институт международной торговли и права Отучился там год Но мне было очень сложно совмещать мою игру и поездки Потому что это институт находился на другом конце Москвы И я не высыпался Было нереально тяжело Просто... Плюс там были очень высокие требования по обучению Это вуз при внешней... При Академии внешней торговли Поэтому отучивший год Там я принял решение То, что мне нужно привезти в вуз чуть попроще И поближе И я перевелся... Ну, заново поступил Точнее, в Московскую финансо-юридическую академию По специальности таможенного дела Которую я закончил 4 года назад Но ты воспользовался дипломом? Ну... Пригодился? Нет, нет... Как в большинстве случаев бывает Мой диплом не пригодился мне... Ну, как бы пригодился... Я работал на обычной работе, но не по специальности Чтобы строиться по специальности на нормальную должность таможенником Нужно иметь какие-то связи Вон как Ну, а так, в принципе, это очень прибыльная должность таможенником быть И хорошие должности, такие как в аэропортах Или вокзалах каких-нибудь хороших Они, конечно, заняты Ну, а у тебя всегда никнейм был «Хуч»? А, нет Мой первый никнейм был «Крок» Игра такая была на PlayStation Не знаю, играл ли ты Там был динозаврик «Крок» Мне очень нравился Он такой милый был И там такие милые персонажи были Мне нравился, я думаю, ну, буду «Крок» Но потом я понял то, что Как-то я не очень похож на «Коркодилочка», если честно И потом как-то... Я не помню каким образом По-моему, посмотрел фильм «Тёрнер и Хуч» И мне понравился «Собака» Я думаю, ну, Хуч прикольно Сначала у нас был клан «Мафия» Мы назывались там «Мистер Хуч» Вот, а потом я просто стал Хуч Ну, а чем ты сейчас занимаешься? Ну, где-то месяцев 7 назад, 8 назад Я уволился со своей работы И принял решение Ну, сначала я отдохнул Может быть, месяца полтора просто Ничем не занимался, ездил отдохнуть Потом решил вернуться в эту Киберсреду Как бы попытаться вернуться Как игрок Как стример Посмотрел то, что сейчас Очень популярны стримы Люди смотрят Вот И решил вернуться В киберспорт Вот и сейчас У меня есть команда С которой я собрал Мы тренируемся Ребята Достаточно Некоторые опытные Некоторые очень перспективные Плюс стримы Так что это вообще основной Моя рода деятельность А почему ты вернулся в киберспорте? Ну, я чувствовал то, что на обычной работе Которой Во-первых, меня тупо бесила Вот эта рутина Каждый день Не то, что даже Я не ленивый человек То есть я могу Вставать и делать что-то Да, но это должно приносить удовольствие А то, чем я занимался Почти двух лет Не приносило мне Какого удовольствия Плюс каких-то особых дивидендов Да, с этого По сравнению с киберспортом Я не поимел Ну, может быть, это мой Как бы там Да, недостаток То, что я нашел там Супер хорошую работу С супер высоким окладом Там, с возможностями Но По сравнению с киберспортом То есть я сидел И Понимал то, что я занимаюсь Просто фигней Как бы Которая мне никаких знаний Никакой помощи не дает И Я особо с этого не зарабатываю И просто Ну, проработав Сначала на одной должности год Потом на другой Там Семь месяцев И понял то, что просто Ну Это не мое Мне нужно заниматься Попробовать заниматься Снова тем, что я умею И что мне получается А удовольствие это приносит? Киберспортом Удовольствие Конечно, приносит Мне нравится играть Я могу честно сказать То есть Не тесняюсь Мне нравится играть В Counter-Strike Мне нравится Доту Мне нравится Проводить время Ну За компьютером Потому что Это Не мешает Какой-то Моей личной жизни Да Реальной жизни У меня Есть девушка Есть друзья С которыми я провожу время Просто Мне нравится Реализовывать себя Именно в этом деле Потому что У меня получается Я знаю Что я могу И что нужно делать Для того, чтобы достичь Какого-то успеха И Получаю это удовольствие Ну Получается Ты как-то Монетизировал Своё хобби Ты знаешь Я не сказал бы сейчас Пока это Я к этому стремлюсь Надеюсь С детьми получится Ну Вообще Киберспорт Как ты считаешь Прибыльное занятие Ну Ты знаешь Если ты На коне Да Ты Знаешь Сечёшь фишку Куда так То ты можешь Делать этого Хорошие деньги Тем более Учитывая то Что сейчас Каждым годом Всё Больше и больше Развивается Больше турниров Больше спонсоров Больше игр Больше людей Которые играют Плюс Подрастают Молодые ребята Армия школы Которые Ну Приходят в игру Тоже Так что С каждым годом Всё больше и больше Ну я думаю Ты так знаешь И зрители наши Тоже знают А какие-нибудь Ещё тебя Дисциплины интересуют Слегнишься Например За дот Слежу Да дот И Ну не так сказать Что прям вообще Я жёсткий Следун Да Но я Смотрю крупные чемпионаты У меня есть Ну Ребята с которыми Я играю в доту Периодически Они играли В КС Мы с ними обсуждаем Там доту сцену Они прям Сидят там Смотрят Разбирают Там Вот люди которые Даже не играют Уже профессионально Ни в КС Ни в доту Просто им интересно И я с ними Когда слушают аналитику Мне тоже интересно Вот Но я не прям Такой себе Прошаренный Больше как бы Игры Особо меня не интересуют Вчера Для себя открыл Игру По типу мафии Ты знаешь Вот мафия Таун оф Сейчас скажу Таун оф Салем Очень прикольная игра Там мафия Только Очень много ролей Мне очень понравилось Вчера играл Своим планированием Что-то играть Ну а расскажи Поподробнее О своей нынешней команде Как-то ты вскользь О ней упомянул Хотелось бы Больше подробностей Ну Последние месяцы Три-четыре Я играл Миксом С ребятами Которые раньше Были На топ сцене В 1.6 Сейчас они Угу Уже не играют Это ребята Которые решили То что Ну вот Кто-то решил Что у него Не хватает времени Потому что У него работа Кто-то решил То что ему просто Неинтересно тренироваться Ему больше Приятно Играть в доту Поэтому я подумал То что надо собрать команду Ребят Которые Ну Хотят И могут Вот так получилось Сложились обстоятельства То что команда ЮССР распалась Из нее ушли Два человека Кебаки НЛМ Я позвал С на их команду Плюс Играл в самом команде Парень Спикер Это из Питера Саша Достаточно молодой игрок Но уже На сцене Я такая 5-6 И пятым игроком У нас стал Дима НРК Из города Тамбов Он раньше играл В одной команде С Денисом Сейзедом Из Нави Вот В последнее время Он играл за команду ЮС4Х Он снайпер у нас Вот Мы собрались Может быть Месяца полтора назад Может быть меньше Пока у нас До этого Результаты не очень Были Потому что мы Проиграли лан Отборочные В интернете Мы выходили Отборочные С ВЦ В полуфинале Нас отгоняли Читеры Причем Мои знакомые ребята Очень Обидно было И неприятно Потому что Знакомые Еще и ребят Подставил свои Грубо говоря Потому что доверился Тем Не думал Что там Будут читы Но мы Справились С этими трудностями Сейчас продолжили Тренироваться И вот вчера Была первая победа У нас Мы выиграли Официальный матч У нас с Лигацией С Райзинг Для шести лучших Команд СНГ С лан финалами Вот Можно сказать Что вчера Мы вроде как Обеспечили себе Путевку на лан Который пройдет Пока я не знаю Где и когда Но Он будет точно А как ты считаешь Вот Какими качествами Должен обладать Человек Чтобы преуспеть В киберспорте Ну Цель устремленность Прежде всего Умение Контролировать Свои нервы Умение Адекватно Воспринимать Неудачи И ошибки И работать над ними Ну и какой-то Должен быть характер Знаешь Прямо такое Что Тебя должно Заводить от того Что ты Ну и там Тебя обыгрывают Или ты У тебя не получается Ты должен прям Злиться На себя Там на кого-то Я не знаю Чтобы идти к цели Знаешь Чтобы Тут серьезность такая Что ты поставил цель И ничего Чтобы не происходило Ты к ней идешь Тогда обязательно Все получится Ну в принципе Те качества Которые ты перечислил Можно применить Вообще к любой сфере Ну а как Конечно А как Киберспорт Это Как сказать Есть соло Да Дисциплина Есть команда Дисциплина И я постоянно Когда Объясняю Какие-то вещи Ну В команде Да Или когда Я там Даю какие-нибудь уроки Я всегда провожу Параллели с футболом Или с реальной работой Привожу цитаты Тренеров Руководителей Потому что Все это применимо Как к спорту Киберспорту К работе К всему Есть понятие Тимворк Тимплей Там Нужно просто от этого Отталкиваться И все И качества Которые тебе Ну Которыми ты можешь Достичь успеха Там на работе Ты также можешь Достичь успеха Достичь успеха Там в спорте Или в киберспорте Скажи Лично ты При общении с людьми Какие качества ценишь? Не знаю Я не люблю Я могу сказать То, что я не люблю Навязчивых людей Люблю людей С чувству юмора Я скажу вот так Люблю людей Которые бывают Не совпадают со мной По Может какие-то взгляда На жизнь Но мне нравится То, что у них есть Своё видение И они Не просто Глупо следуют ему А готовы Выслушать Твое мнение И принять его Ну Взамен Делать по-своему То есть Мне нравятся Люди О которых можешь Что-то сказать Даже если человек Мне лучше Чтобы человек Мне не нравился Чем мне было У него всё равно Понимаешь? Потому что Индивидуальности Всё меньше И меньше И мне Ну как сказать Импонируют люди Которые Из тебя что-то Представляют Просто как бы У них есть Своё я Хотя бы Потому что Как говорили Ну кто-то сказал Такую фразу Где-то может Год назад Я заметил Я сейчас применю Киберспорту Говорю Наверное Это из-за вопрос Про всё А я скажу Киберспорт То что Киберспорт Немножко Обезличивается Потому что Именно вот В России У нас В СНГ Нет уж Таких ярких Личностей Как раньше Раньше Как будто Веселее было А вот Именно Которые Вещи Которые Я ценю Ну в людях В обычной жизни Ну я не знаю Как сказать Надёжность Она проверяется Только со временем Скорее Это Ну наверное Чувство юмора И Умение слушать И слышать Вот так вот Ну это такой Сложный Сложный вопрос Реально Я сейчас Лишься Молод Чтобы говорить О том Что Ну Я просто Нет такого Что я там Знакомлюсь С людьми По каким-то Там Их качествам Просто так Типа там Привет И давай Ты расскажешь Там Такой 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 Просто Я узнаю Людей И Какие-то Качества У них Ценю Какие-то Мне не нравятся Правильно Но если У человека Больше Позитивных Качеств То я Прощаю Ему Плохие Его Качества Сколько тебе лет Мне 27 лет Вот смотри Может быть Ты Смотришь На Своих Ровесников И Как ты Сравниваешь Свою Жизнь Их Делаешь Какие-то Ну Периодически Конечно Ты смотришь На Людей Одноклассников Друзей Смотришь Чем Они Занимаются Что Они Себе Представляют К чему Они Стремятся Ну Конечно Я Сравниваю С ними Ну Как Любой Человек Наверное Такой Думает Вот Я Сравниваю Сотрудничаю Как Молодец Или Я Молодец Посравнение С ними Но Не Скаж То Что Я Прямо Так Думаю Что Что Вуз Искали То Что Все Ты Можешь Ехать И Учиться Там Да И Водерение Позвали Виртуз Про Понимаешь Я Сделал Выбор В тот Момент Я Знал Что Момент Как Бо Который Повлияет На Мою Жизнь Вот Но Я Сделал Это Выбор Я Не Жалею Об Этому То Может Я Конечно Не Стал Топ Менеджером 27 лет Да Но Мне Нравится То Что Я Достиг Определенных Успехов Потреблял Уйму Классных Людей Из России СНГ И Всего Мира Посетил Много Стран И Надеюсь Еще Посещу Так Что Я Ни капельки Не жалею То Что Я являюсь Тем Кем Я являюсь Ну ВП Как Всегда Конечно Губит Судьбы Может Ты бы Учился Там За границей Стал Успешным Человеком Такое Понятие Успех Он Разно же Бывает Семи Минут Бывает Когда Ты Достигаешь Всю Жизнь Бывает Такое Что Кто-то Стремится За Этим Успехом Пока Он Бежит За Этим Успехом Вся Жить Проходит Мимо И Он Не Видит Таких Вещей Как Семья Дружба Поэтому Такое Понятие Очень Успешность Оно Очень Индивидуальное Очень Субъективное Понимаешь Как И Большинство Понятий Ну В Принципе Да Просто Говорю То Что Есть Такая Причь Наверное Знаешь Про Рыбака И Мужика Когда Они Разговаривают О том Что Вот Ты Рыбак Он Говорит Что Я Ухожу В море За 3 Часа Собираю Рыбу Продаю А потом Везде Не Отдыхаю Играю С Собой Ставит Цели И Что Для Успех Для Кого Успех Заработать Больше Всех Денег Эти Деньги Потратить Нам Красивые Машины А для Кого Счастье Работать На Обычной Работе Иметь Семью И Приходить Домой И С Детьми С С С С С С С Допустим Можно Быть Успешным Президентом С С В Чем Это Успешность Что Ты Рушишь Людям Жизнь А Может Быть Успешным И Просто Работать В Приюте Для Собак И Делать Добро Для Животных Все Очень Относительно Каждый Сам Выбирает Для Себя Что Для Него Успех Да Ну Вот Тогда Назревает Вопрос Что Лично Для Тебя Успех Для Меня Успех Это Удовлетворенность От Того Чем Я Занимаюсь И Это Для Меня Успех Для Успех Что Там Тысячи Миллион Людей Будут Говорить Что Я Молодец Успех Что У У У Крутая Квартира Или Машина У 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 Девушка Жена Дети Друзья Мама Папа Живо Здорово Все Это Для У У У У А Ты Считаешь Что Твоя Жизнь Как Тоже Как То Мимо Может Проходить Мимо Ну Как Сказать Мимо А Что Значит Мимо Как Конечно Какие-то Моменты Может Я Из-за Кибер Спорта Пропустил Были Когда Тренировки Упорные Пропускал Дни Рождения Пропустил Выпускной В школе Да Я Может Пропустил Какие-то Моменты Были Такие Но Чтобы Моя Жизнь Проходила Мимо Что Опять Жизнь Проходит Мимо Я Занимаюсь Тем Что Мне Нравится И Для Кого-то Может Это Аморально Асоциально Как-то Я не знаю Но Мне Полностью Все Устраивает Я Главное Не Порчу Никому Жизнь У меня От этой Мысли Проще Живется То Что Я Приношу Позитив Жизнь А не Никаких Какой-то Я Не Обманываю Людей Не Наживаюсь На Чужих Неудач Так что Я Не Могу Сказ Что Я Сижу И Думаю О Что Моя Жизнь Проходит Мимо Конечно Есть Какие-то Моменты Которые Можно Было Больше Реализовать Достичь Большего Успеха Какие-то Вещи Не Пропускать Но Жизнь Такая Штука Ты Учишься Живешь Совершаешь Ошибки Учишься И Так По кругу Продолжается До Сам Смерти Скажи Может Есть Что-то В Образе Жизни Киберспортсмена Что Тебя Не Устраивает Все Киберспортсмены Откровенные Очень Ленивые Люди Кстати За компа В плохую Погоду Куда-то Попереться Есть Отдельные Представители Которые Занимаются Спортом Активно Им Респект Который Совмещает Эту Тем Но Большинство Сами Люди Сидят Слишком Много Дома Я бы Советовал Больше Людям Выходить На Улицу Общаться С Реальной Жизни Друзьями Знакомиться С девушками Поактивнее Не стесняться Хотя Сейчас Уже Много Девушек Уже Изменили Свои Отношения К геймерам И уже Многие Девушки Сами Геймеры А вообще Ну Как бы Это Скоря Обращение Не к Геймерам Как Ко Всему Молодому Поколению То Что Надо Как-то Вести Но Это Я не могу Сказать Я не буду Говорить Потому Что Это Не имеет Никакого Смысла Не будет Иметь Какую-то Польше Под собой Просто Я бы Изменил Свои Отношения Людям Стало Более Уважитель Тоситься К Другим Людям Попроще Общаться В интернете Потому Что Столько Неприятностей Льется На людей Допустим Кто-то Проиграл Матч Официальный Люди Програли Скины И Полилось Это Не конкретно Ко мне К людям Которые Про-геймеры Сейчас Я бы Обратился Геймерам Чтобы Они Стали По-культурни Как-то Они Не станут Культурни Я знаю Поэтому Это Мое Обращение В никуда Скажи Ты Вот Так И Поступаешь Как Сейчас Рассказывал Выходить На улицу Что-то Там Знакомиться Общаться Ну К сожалению Хотел сказать Попроить Отговор К счастью К счастью У меня Есть Девушка Есть Друзья И У меня Есть Расписание Какой-то Недели Когда я Провожу Время За тренировками Когда я Провожу Время С девушкой Провожу Время С друзьями Футбол Или Пиво Попить Я Провожу Достаточно Времени Ну Я Провожу Времени За Компом И Достаточно Времени Провожу В компании Друзей Девушки Своих Чем Еще Занимаешься В свободное время? Ну, тут я очень сильно люблю играть в футбол, но последние полтора месяца не играю, травмировался, растянулся. Паховые кольца на футболе, тут неудачная травма очень. А так еще очень люблю играть в настольный теннис. Люблю ходить в кино, хотя в последнее время в основном один шлак показывают в кинотеатрах. Люблю читать всякие интересные сайты. Лучше, конечно, было бы начать читать книги больше. С интернетом, со всем этим что-то отходит, потому что если читать, то возможность в метро ты можешь быть сконцентрирован, или в какой-то поездке. Так как я сейчас не очень много куда-то езжу, в принципе, в Москве, я не особо это люблю. И читаешь в последнее время не так много. В принципе, так чувствуется к тому, что я провожу время или с девушкой, или с друзьями, мы играем в футбол, или собираемся с кого-то, играем в приставку, или просто ходим куда-то, я не знаю. Раньше ходил в бары, в кафе, сейчас что-то стало, все это неинтересно, вырос из-за этого. Значит, было круто, типа, собраться в пятницу, там, выпить, пойти в клуб, там, что-то такое. Сейчас понимаю, насколько я был глуп и туп. Повзрослел. То есть раньше ты любил тусовки, да? Ну, не сказать, что прям любитель тусовок, но, типа, пойдем в пятницу, там, в субботу кладем. Тусуемся, да, давай, изи вообще. Скажи, а ты занимаешься саморазвитием? Может быть, там, языками, или еще чем-то, физическим саморазвитием? Ну, физическим саморазвитием, конечно, в последнее время буду откровенен. Я опоздал немножко с отношением к спорту, ко всему, вот эту травму, все, и ну, надо исправляться. Сейчас планирую, как раз, пойти обновить свой абонемент в бассейн и спортзал. А вот саморазвитием, какими, ну, я стараюсь, ну, какие-то вещи полезные читать и узнавать, и интересуюсь им в интернете, и у старших, там, у отца, или у брата какие-то вещи, которые интересуют. Прямо, чтобы сказать, что так вот я сижу, оставаться не занимаясь саморазвитием, ну, не буду я понтоваться, что какие-то там умные книжки читаю, которые меня развивают там сильно, но я стараюсь просто быть в курсе того, что происходит в мире, и подчерпывать интересную информацию из интернета, то есть не просто какие-то там развлекательные сайты, а какие-то научно-познавательные, что-то типа того. Но какие сферы тебе интересны? То есть, например, IT-технологии, психология, наука, там, что-то еще? Ну, мне интересно психология, история, IT-технологии, ну, не скажешь, например, фанат железа, там, что-то такого, или вот этих всех фишек. Я скорее такой просто, ну, любитель просто поиграть. какую-нибудь игру. Ну, не знаю, мне нравится читать всякие, не сказать, что прям вот биографии какие-то там, мне интересно читать о людях какие-то интересные факты, которые, ну, имели важную роль в истории, и сравнивать их с современным миром, как бы они там, актуальны ли эти выражения. Есть человек, которым ты восхищаешься, раз ты биографии читаешь периодически? Ну, да, есть много людей, на самом деле, которые вдохновляют меня. Ну, так вот я подумал, кто в голову приходит, примеры каких-либо людей. Но мне импонирует очень... Из спортсменов мне импонирует, конечно же, вот, недавно скачавшийся Фёдор Черенков, игрок Спартака бывший. Вот, в плане его отношений делал... Я смотрел фильмы, интервью сначала, то есть человек абсолютно светлый, ну, при том, что обладал просто нереальным талантом, он был абсолютно простым человеком. То есть мне очень нравится в людях, которые достигают успеха, что они сумеют сохранять непосредственность. Это очень важно, и я ценю это в успешных и знаменитых людях. Ну, еще импонирует, конечно же, история Брюса Ли тоже, какой он молодец вообще, как вот шел к своей цели, несмотря на то, что у него было столько препятствий, и он достиг своего успеха. Вообще, мне нравятся люди, которые были не кем, а стали в семье. Есть такое, знаешь, выражение смешное. Да. Очень импонируют люди, которые сами всего добиваются, и, несмотря на какие-то сложности в жизни, и проблемы, да, не ноют, а работают и добиваются успеха заслуженного. Такие истории мне нравятся. Ну, а чему-нибудь тебя научил киберспорт? Может быть, коммуникация? О, конечно. Киберспорт, да, был очень хороший, и является там очень хорошей школой жизни. То есть, и были и моменты, когда позитивные, и негативные, и из них много опыта. Когда люди узнавали человеческую натуру в сложных ситуациях, как себя люди видели с хорошей стороны. В основном, конечно, с плохой. И эти все качества проявлялись не раз, и ты понимаешь, что люди наделены определенными чертами характера, и киберспорт показывает тоже это. Ведь игра в коллективе подразумевает с собой общение, взаимодействие. Раньше... Это сейчас все сидят, да, там, с дома тренируются, может, забрутся. Раньше были, возможно, когда мы месяцами сидели с ребятами в одной квартире, да, и... Ну, это новые люди для тебя, ты должен с ними уживаться, там, идти навстречу, не идти навстречу, там. Поэтому киберспорт в плане школы жизни, потом моменты, когда там у тебя все получается, да, допустим, ты достигаешь успеха, ты начинаешь себя вести там чуть по-другому, там, и тебя судьба потом наказывает. Потом, когда у тебя не получается, ты собираешься, судьба тебя вознаграждает за это. То есть, ну, киберспорт, то он командный киберспорт, не знаю, как в соло, он... Многие вещи, как бы, он учит человека. И как, например, жить одному, как жить, там, без родителей, как готовить себе, там, ходить в магазин за продуктами. То есть, всякие такие вещи, бытовые тоже, благодаря киберспорту, были мною изучены, можно так сказать. Ну, то есть, получается, что, в принципе, нет ничего плохого в том, что, например, ребенок увлекается киберспортом. И даже наоборот. Ну, это данность, наверное, уже сейчас, то, что все дети играют, какие-то игры, вот моя племяшка, она уже, там, в четыре играла, там, в планшете, там, получше меня. Просто родители должны не забывать о том, что дети должны, ну, помимо их сиденья с компьютером, общаться в реальной жизни, проводить время вне компьютера тоже, как бы, это очень важно. А если полностью, только, ну, как во всем, наверное, если слишком много времени уделять одному что-то, то ты теряешь время, и, соответственно, уделяешь меньше времени другим вещам. И это, естественно, минус. Поэтому это не сказать бы, что это прям хорошо, что сейчас, типа, дети, садитесь за компьютер, все играете, да, но это нормально, это лучше, чем, например, тусить и бухать, там. Вот, например, вот я смотрел, вот, знаешь, вот мне все, сидит в голове, ну, в каком моменту это применить, да, вот это шоу по первому каналу Урганта, там, вот этот репортаж про Игромир. Вот она, девушка, все время спрашивают у всех, а у вас есть девушка, вот у геймер, ну, сойти, ребята, такие, знаешь, ну, видно, что задроты молодые, ну, еще, там, мужик, вот нет у них девушки. Ну, вот, я просмотрю, она задает вопрос постоянно, есть ли у вас девушка? И такой вопрос, если здесь девушка, то это нормальный пацан. А я так думаю, ну, вот сидит, допустим, парень, да, он играет там какую-нибудь там игру, там, спасение эльфов, да, там, у него нет девушки, да, и вот с ее точки зрения он, как бы, он ненормальный, он с него можно прикалываться. А есть какой-то пацан, который тоже, да, в 13-14 лет, он уже крутой, курит сигареты, там, пьет пивас и там уже с девчонками, типа, тусуется, у него есть девушка. То есть он получается нормальный. Вот для меня, я бы не сказал, что тот чувак, который там в 13-14 лет такой там крутой, лазит, бухает, курит, и у него есть девушка, он нормальный, потому что у него есть девушка, да, а тот, который сидит и играет в компьютерную игру, он ненормальный, да? Да. Мне это не очень понравилось, если честно, этот акцент, что здесь девушка. Ну, да, очень много ума надо, да, чтобы быть там, чтобы сейчас иметь там девушку, там, в такой раз, там, сейчас девушки, там, никого не хочу обидеть. Очень много этих случаев постоянно по Первому каналу, там, везде там говорят то, что там в 13-14 лет у него там уже там она залетела, там, у нее там 20 претендентов, ну, как бы сейчас время такое, не показатель вообще никакой. И меня даже чуть-чуть это расстроило вся эта программа, потому что, ну, как-то все это морально немножко, по мне. Получается, девушка, это какая-то ценность, какой-то показатель теперь успешности. Ну, ты показатель, да, успешите, что, типа, вот если у тебя девушка, там, ты нормальный пацан, все, ты можешь дальше, там, бухать, курить, гашиш, там, тусоваться, там, бить малолеток, там, ну, у тебя есть девушка, ты нормальный пацан. Но если ты геймер, и ты играешь, там, в Dragon Lore, там, и спасаешь каких-нибудь гномов, блин, и у тебя нет девушки, то ты, смешно, так, бред, короче. И, в принципе, печально, люди создаются такой образ. Хотя я знаю то, что дофига геймеров, и сам знаю, какой я, то есть, это не мешает мне общаться нормально с, там, женским полом, там, или с ребятами, быть нормальным человеком в реальной жизни. Я могу и разговор поддержать, там, и серьезный, и веселый. И вот то, что такие вот программы, они, ну, наша страна, она все время, конечно, отстает немножко в развитии, как ни печально, да, в чем-то, конечно, как говорится, взлетелись всего мира. На каких-то моментах такие дилетанты смешные, особенно, вот, по отношению к геймерам тем же самым. то, что вот эти случаи, там, знаете, я говорю, просто меня заделал, так вот, с девушкой, потому что эти случаи, там, знаешь, 13 лет девушка, там, залетела, там, чуваки, там, 13 лет, там, набухались, там, на тачке угнали, что-то такое. Разве это нормально? Разве это показатель адекватности? Вон, корейцы признали киберспорт, официальный вид спорта, людей там поклоняются, я не говорю, что надо поклоняться, но люди занимаются делом, у них там тренировки, они сидят, они знают, это ценят, и все люди знают, что он не сидит, не тусуется где-то, да, по парикам, или там, районам, площадкам, а занимается делом. Да, ну, может быть, знаешь, есть в этом доля правды, потому что всегда и во все времена успешность мерилась своей привлекательностью среди девушек, но это же не в 14 лет. Ну, да, конечно, какие, ну, опять-таки же, если посмотреть на топовых киберспортсменов, ну, у них никогда я уверен, то, что нет проблем с девушками, и если там... Особенно в Корее. Ну, да, в Корее там вообще там, а, ну, просто не знаю, это, как сказать, вообще мне не очень нравится уровень нравственности и вообще вот отношение ко всему этому, как у нас в стране происходит, но это уже отдельный разговор, это мое личное мнение. Скажи, а критика имела место в твоей карьере? Постоянно, постоянно критика адекватная, неадекватная. Я, как сказать, всегда был небезразличен для комьюнити, то есть, у меня говорили и хорошее, и плохое, и критика была и адекватная, и не очень, так что всю жизнь я с этим сталкиваюсь, как ты к этому относишься. как, если, дальше есть одно дело, критика, когда человек тебе говорит, что ты что-то делаешь не так, и объясняет, почему хотя бы, и с того, что послушать такого человека. А когда человек просто говорит, ну, вещи какие-то без аргументов, без всего, это, конечно, бывает бесит немножко, но с такими людьми особо спорить нет, потому что их можно убрать пару аргументов. А вот, когда адекватная критика, да, и собеседик интересный, то я даже, можно сказать, люблю поспорить, так поговорить, знаешь, но опять-таки же, очень важно, чтобы мы друг друга слышали, потому что есть такие люди, с которыми интересно поговорить, но можно час-два разговаривать, но к общему мнению так и не придешь. И это не очень прикольно. Вообще, критика – это важная тема, и советую всем как-то проще относиться к ней, и очень важно вот это такое, таким качеством, как к самокритичности, вот, я тоже критично к себе отношусь в некоторых моментах, но и иронично тоже, что очень важно, нужно уметь смеяться над самим собой тоже, это очень важно. А ты ведь во многих странах побывал? Да. Где понравилось? Ты где-то был? Я много где был, почти всю Европу объездил, в Азии много где был, в Америке был, в Южной Африке был, мне очень понравилось, в Сингапуре очень понравилось, я помню, была классная поездка, к вообще классному съездителю, в Лос-Анджелесе мне очень понравилось, в Европе красиво был, в Праге, вообще много места, вообще, это очень клёво, куда-то ездить, смотреть, как живут люди, как вообще выглядят другие города, другие культуры. Это очень интересно. Вообще, большинство поездок, 90% мне понравилось, и мне было интересно посещать новые места. Но я также скажу так, что я посетил достаточно много стран, но мне ещё очень много стран, которые мне хочется посетить и увидеть. И место в мире. Их так много, и всё это хочется увидеть, пощупать, подробить, походить. Первым делом, какую хочешь посетить из тех, которые ты ещё не был? Япония. Очень интересно посмотреть на быт людей, как они живут, столько людей на таком маленьком острове. Ну, интересно, конечно, в Австралию съездить, посмотреть, как люди живут, наверное, самые позитивные в мире, которые вообще на всё, до фени. Да много, очень много мест. Интересно, куда съездить. В Гренландию тоже интересно было съездить, в Исландию съездить было интересно. А сколько на наших мест, на наши... необъёмной родине, на Байкал съездить, на остров Сахалин. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, однажды всё получится. А как тебя занесло в Южную Африку? О, это достаточно такая история. Я учил английский язык с пяти лет. Ещё долго я пошёл в школу, я уже начал заниматься английским. Мне повезло, я живу на первом этаже, на трём этаже, жила моя учительница по английскому, Раиса Яковлевна. Вот мы с ней с детства занимались, и когда у неё было лет 11, её сын был назначен послом Российской Федерации в Южно-Африканской Республике. И она нас с мамой пригласила. Мы поехали туда на две недели. Это было неизбываемое путешествие, другую культуру, другой край света. Мы побывали в Приторе, в Юханнесбурге, ездили в Сан-Сити. Всё было нереально круто. То есть поездка, которая навсегда останется в моей памяти, и это было очень интересно. И много моментов было, которые меня удивили. Я ходил на футбольный матч, и единственные белые люди на этом матче были я и мой охранник. И на меня не было ни одного плохого взгляда. Я этот момент запомнил на всю жизнь и понял всегда, что людей нужно судить всегда не по цвету кожи, не по их национальности, а потом, что они из себя представляют. Вообще, тема национальности, система всех проблем, я сейчас не хочу... Потому что есть актуальная тема, которую все обсуждают. Я скажу так, у меня в классе учился... Интернациональный класс был, у меня учился серб, армянин, грузин, украинец, белорус, латыш, якут, бурят. Его я забыл. Наверное, никого не забыл. И у нас не было деления на ты русский, ты тот. Мы дружили, потому что были Митя, Милош, Размик, Ливан, Кирилл. Мы дружили, вне зависимости от того. И я вот так по жизни отношусь к людям, что не важно, откуда они, важно, какие они есть на самом деле. А в каждой нации есть хорошие и плохие люди. Я чуть-чуть отошел эту тему, извиняюсь. Но все-таки интересно узнать, как там живут люди в Африке. Ну, ты знаешь, вот то, что мы видели в городах, тогда, то время, это был 98-й год, это, в городах достаточно нормально они жили. Когда ты заезжаешь уже в пригороды, туда, там, конечно. Но ЮАР, понимаешь, ЮАР, это, опять-таки, даже ЮАР, взять, это же колония бывшая голландская, они хорошо живут. То есть, по сравнению с, допустим, Центральной Африкой, что я видел, что я читал вообще, ну, то есть, еще видел в интернете, читал, да, там вообще печаль, тоска полная. А Южная Африка, достаточно нормально люди живут. Я-то думал, там к белым будут плохо относиться, потому что все-таки это колония бывшая. Да, ну, не было такого, что к белым относились плохо. То есть, мы так в Юханнесбурге особо не поездили, там есть места, говорят, где лучше не ходить, просто, и не ездить даже. Вот, ну, мы были в Пасадово-Притории, а это столица, такая административная столица, там все очень так по-милому, по-уютному было. Сувениры какие-нибудь привез? О, конечно, это что, мы столько набрали с мамой, хранители квартиры, тут защитники, и слонов, ну, очень много всего. Очень много. Но главное, что мы привезли из этой поездки, не забывая впечатления, которые остались с нами на всю жизнь. Ты сейчас хлопнул в ладоши? Да, я так, так хорошо было, что я хлопнулся по ладошке. Скажи, а ты религиозный человек? Ну, как сказать, я православный, но я не сказал бы, что я прям суперрелигиозный, религиозный, я скорее сказал бы, чтобы религия, вера, она внутри меня, я не сильно разделяю вообще. Не то, что не всё, что связано с церковью, как сказать, то, что, ну, я просто верю, да, моя бабушка верила, моя семья верит, и мне вот этого хватает, то есть, я не хожу там часто в церкви, конечно, есть какие-то мероприятия, которые я посещаю, но так, чтобы сказать, что я прям религиозный, нет, я читаю каждый день молитву на ночь, вот. Каждый день? Да. Ну, с детства бабушкой научила, и я в это верю, то, что это оберегает меня, читаю каждый день. А тебе не кажется, что это, вот эту вот модель поведения в тебя просто заложили? Да, безусловно, не заложили, поэтому я говорю, что это скорее дань, любовь к моей бабушке, понимаешь, к её вере. У меня нет такого, что я прям верующий, там, на сто процентов, да, но я верю, что есть что-то, ну, не могло просто так всё это проявиться, да, вся эта планета, всё это, что есть какое-то существо, которое стоит над нами, и кто-то это придумал, всё. Ну, такого, что я прям соблюдаю каноны, там, нет, такого нет. Ну, а как, по-твоему, появился наш мир, как ты думаешь? Я не знаю, это очень сложная тема, просто... Ну, у тебя есть мнение, какая-то позиция? Были разные позиции, я не могу какой-то... Я, знаешь, стараюсь, ну, как-то сказать, не думать, а мне тоже не думать об этом. Я сначала думал много значений вообще, о бытие, вообще, как это могло появиться, кто это мог придумать всё. Я разные варианты, читал про это, ну, в принципе, я считаю то, что есть какое-то существо, может быть, какой-то, или какой-то, блин, опять-таки, такой, наоборот, какой-то бред, знаешь, это вот я, вот, прижимаю, если я слушаю, так вот продумываю, что я говорю, это звучит немного странно, потому что я православный, да, но мне кажется, что просто какая-то была, допустим, ну, раса, какие-то люди, которые изначально были на этой земле, и которые, ну, не люди, точнее, а существа, которые выше уровня. Они населили эту планету и, может быть, проводят какой-то социальный, ну, не социальный эксперимент, а просто какой-то эксперимент, или смотрят просто это. Вообще, я прям, я вижу такую мысль, я не знаю, как взялась эта, откуда взялась эта планета, откуда появились наши сложнейшие организмы и все вообще, что связано в природе, но я знаю одно, то, что человек разрушает это все, и ближайшие 100-150 лет всему придет конец. Вот то, что я точно знаю. А как это все появилось, и кто это придумал, как это создал, я не знаю. И догадки, смысла нет никаких, потому что, ну, сколько есть, столько мнений, все говорят там одно, кто-то говорит другое, это очередное мнение, очередной бред. Но один факт я знаю точно, то, что человек сознательно разрушает планету, и планета ему это не простит. Но если наша планета вдруг внезапно исчезнет, то в масштабах Вселенной даже никто и не вспомнит, что была когда-то такая планета. Мы мелочкой это вообще пузатая. Так что, что переживать? Я не переживаю, я говорю, то есть как бы, как бы, старайтесь с этим просто проще как-то, знаешь, ну вот, мне дано какое-то время на этой планете, я могу его использовать, я могу делать какие-то хорошие вещи, да, если я буду делать плохие, у меня вот есть такая, ну вот, глупая вера, да, и у меня вот, моя вера вообще, она, я лучше православный, но какие-то моменты, она сопряжена, знаешь, там, с синтологией, там, с мифологией, какие-то вещи, вот, я считаю, я же не могу сказать, что так есть, или такого нету, да, но я могу представить. У меня, например, кажется, что, как вот в Древнем Египте, если в конце жизни ты будешь встречаться с Богом, да, и если твои грехи перевесят перо, то ты отправляешься в ад, а если твои грехи не перевесят, то ты отправляешься в рай. То есть я вот верю, то, что я вот живу по хорошему, как бы не по хорошему поступку, а живу, стараюсь правильно поступать, так как у меня разложили, там, родители, там, бабушка, вот, я стараюсь так жить, но я знаю то, что это не гарантирует мне какую-то там хорошую жизнь в будущем или после жизни, да, Но я стараюсь для себя так жить, чтобы знать, что я нормальный. Потому что я не понимаю, например, людей, которые делают, обманывают других людей, рушат чужие жизни, а потом приходят домой, садятся ужинать со своей семьёй, и у них всё хорошо, они ездят отдыхать. Но при этом они делают деньги на неудачах или крови других людей. Понимаешь, я вот так вот не могу, например. Поэтому я стараюсь как-то жить по каким-то, ну, по канонам, которые, как мне кажется, в чём-то, ну, правильно, и меня их закладывали. Вот, но вот по поводу общей веры, как бы, это очень сложно. У меня какой-то микс такой получается, понимаешь. Это немножко странно звучит, но я верю в то, что в конце жизни... Нет, я тебя понимаю. Отлично, отлично, ты меня понимаешь. Просто можно звучать, звучит немного странно, потому что замиксовано в одном понятии, то есть я беру одно от этого, одно от этого, ну... Потому что есть вещи, которые я не разделяю, допустим, в современном, там, православной церкви, да, там, и как люди там себя ведут некоторые, ну, многие. И поэтому мнение моё по всей ситуации, оно такое промиксованное. Знаешь, я заметил, что ты упомянул один из эпизодов египетской книги мёртвых. Ты её читал? Да, я читал её давно, не буду говорить, если я не помню цитаты, но я помню то, что вот приходит, по-моему, Канубису приходит в конце, и... Там полно испытаний, на самом деле, прежде чем Канубису прийти. Вот, перечитать, кстати, интересных книгомётов нам добавить. Читай лучше Уэллиса Баджо, британский египтовок. Вот, интересно. Ну, потом напишешь мне, если не есть сложности, не забудешь, я с удовольствием почитаю. Это очень интересно, я любил египетскую мифологию в детстве, очень интересные иллюстрации, все эти истории очень красивые. Ну, и норвежская тоже классная, конечно. Если бы у тебя была возможность родиться в другой стране, в любой вообще стране, что бы это была за страна? А вот я должен буду, не то, что не должен буду, я прошел бы всю жизнь, или на один день? Тут на один день мне бы интереснее было... Всю жизнь. Всю жизнь. Я хотел бы родиться, может быть, просто какие-нибудь там на Бали, и быть просто там, допустим, серфером, кататься на доске всю жизнь, как вариант. То, что это прикольно, мне кажется. То есть, ну, море, общение, здоровая пища, ну, как-то классно все. А так, если вот один день, допустим, мне было бы интересно, например, раз, и в Северную Корею на денек. Почему тебя и так интересует Северная Корея? Ну, потому что это уникальная, уникальная страна, потому что люди, вот когда я смотрю, там, были похороны, они плакали всей нации, всей нации. Они зомбированы настолько, не знаю, зомбированы, может, они не зомбированы, может, им нравится. Вот мне интересно было посмотреть, что там происходит. Этот дух, прочувствовать его, понюхать его один день, но один день, дальше убежать. Скажи, если бы ты был очень обеспеченным человеком, ты бы остался в киберспорте? Да, конечно. Как развлечения? Да не знаю, не знаю как. Может быть, если я был богат человеком, у меня были бы другие развлечения, допустим, которые я не могу сейчас себе позволить, да? Но просто будучи очень богатым человеком, ты можешь позволить заниматься тем, что тебе нравится, не париться о том, что тебе надо, там, наработать, и там, или деньги зарабатывать, там, обеспечивать семью. Ты можешь просто, ну, сделать пару мув, которые тебя обеспечат, ну, и даже если ты полный, там, опять-таки слово, полный пофигист, да? Который обеспечит тебя на всю жизнь, то есть, ты просто не надо потратить то, что у тебя есть. То ты можешь заниматься тем, что ты хочешь, и если бы, я не знаю, как бы я поступил в эту ситуацию, но, наверное, бы остался бы, занимался, почему нет, у меня есть папки, почему не париться. Ну что ж, подводя итог, всему, что было сказано сегодня, и завершая наше интервью, скажи, у тебя есть какая-то глобальная мечта? Ну, не знаю, мечта, в детстве я много-много мечтал о том, что будет, когда я вырасту, и чего бы мне хотелось бы кем-то стать, может быть, чего-то достичь, кого-то повстречать. Сейчас я думаю о том, что моя мечта, ну, это надежда на то, что к определенному возрасту у меня будет обеспеченная жизнь, я не буду париться о том, что мне нужно будет как-то себя напрягать постоянно, и вокруг людей, вокруг себя, заботами о бабках. И для этого со мной будет моя любимая жена, дети, и я буду видеть то, что мир меняется в лучшую сторону, и люди тоже меняются в лучшую сторону. Это немного такая глобальная вещь, она скорее утопичная, потому что человек такое существо, он всегда думает прежде всего о себе, но я, может быть, немножко романтик, и верю в то, что люди будут меньше стараться друг друга обманывать и причинять друг другу зло, и все будут жить в более добром мире, и понимать то, что наш век, он очень короток, и надо, ну, ценить это, и не мешать другим людям жить, и поддерживать друг друга, и относиться к каким-то жизненным вещам, которые происходят, стать хорошим, плохим, ну, достоинством, и оставаться прежде всего всегда людьми, быть человеком, потому что это отличает нас от всех существ на этой планете. Моя мечта это то, что мир станет чуточку лучше, и я стану лучше вместе с ним. Ну что ж, большое спасибо, что уделил время для этого интервью, и счастливо! Пожалуйста, было очень приятно пообщаться, всем привет, ребят, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok